Павел, мы помним, когда Лукашенко скорикосфальсифицировал результаты выборов, крайний раз, хочется верить, последний раз. Мы помним, какие были митинги в Туминске и других городах Белоруссии, достаточно масштабные, продолжались они долго, потом сошли на нет, были погашены силовым методом. Сейчас мы видим в России объявленную частичную мобилизацию, которая частично является лишь только на бумаге. Смоделируем ситуацию, что в Белоруссии будет объявлена частичная или полная мобилизация. Понимая, что Беларусь может быть втянута в войну уже напрямую и похоронки будут приходить в белорусские семьи, выйдут ли белорусы вновь на улицы уже более ожесточенно, в большем количестве на вас? Необходимо рассматривать комплексный сценарий. Для этого мы создали объединенный переходный кабинет и предприняли попытку объединить различные политические структуры и лидеров, которые способны реализовать этот комплексный сценарий. Если мы говорим по ситуации сегодня, Лукашенко уже осуществляет все подготовительные мероприятия, направленные на объявление мобилизации. Он боится употреблять слово мобилизация. На совещаниях, которые он проводит, наши инсайды говорят, он избегает этого слова. Могут быть срочные сборы, могут быть военные учения, но списки уже потенциальных военнообязанных или военнообязанных, которые потенциально будут подлежать мобилизации, составляются. Даже составляются изъятия из мобилизации, по каким основаниям человек не должен был, будет призван в армию. Что произойдет в этот момент в Беларуси, будет зависеть, я думаю, от целого ряда факторов. Конечно, мы, как объединенный кабинет, будем готовить действия, которые будут направлены на то, чтобы противостоять этому. Насколько нам удастся это сделать? Ну, конечно, я сегодня вам не отвечу на этот вопрос. То, что настроения в обществе антивоенные, но они скорее пассивно антивоенные. Есть группа, большая часть белорусского общества, я бы оценил порядка, наверное, 30%, которые выступают за активный профес. Вот как использовать этот человеческий потенциал, желающих людей активно противостоять этому, будет ли к этому моменту создана эта триггерная ситуация, это зависит во многом от нас, ну, наверное, конечно, и от внешних факторов. Мы будем к этому готовиться. В любом случае мы молчать не будем. В любом случае мы будем действовать различными инструментами для того, чтобы не допустить того, чтобы белорусы были смобилизованы. Мы даже обсуждаем уже с европейскими партнерами так называемые зеленые коридоры для белорусов, которые готовы будут уехать, чтобы не подлежать мобилизации. Мы будем предлагать военным белорусским, как необходимо будет себя вести. Мы эту кампанию, кстати, в том числе при поддержке украинских каналов ведем и будем использовать наши демократические СМИ. Мы будем думать о том моменте, когда мы задействуем план Пирамога, план Победы, за который отвечает организация Байпол, входящая в объединенный переходный кабинет, чтобы поднять внутренний протест. Конечно, мы будем делать все, что возможно для того, чтобы этого не произошло, и чтобы этот триггер был реальным. А вам не кажется, что создание зеленых коридоров для выезда белорусов, несогласных с режимом, и внутренние протестные настроения, которые нужно увеличивать, немного противоречат друг другу. Получается, что те, кто не согласен, выйдут, и останутся те, кто либо пассивен, либо согласен с Александром Лукашенко. Получается, смена власти силовым либо другим путем с помощью протестных настроений не произойдет, в том числе с помощью создания вами зеленых коридоров. Мы этот вопрос обсуждали, и были разные точки зрения, и вы абсолютно правы, есть мнение по поводу того, что не надо создавать такие возможности, пускай этот котел варится внутри и взрывается внутри страны. Есть другая философия, которая может привести к следующему. Первое. Лукашенко может не захотеть выпускать белорусские граждане, и тогда мы получаем, что с вами кризисы на пунктах пропуска, на государственные границы. Лукашенко видит, что пошел массовый поток. Но представьте, Беларусь это не Россия. Если сотни тысяч начнут мужчин выезжать в территорию Беларуси, ведь Хренин, министр обороны Лукашенко, заявил, что мы 500 тысяч готовы поставить под ружье. Конечно же, он блехует. Нет для этого ни материального ресурса, ни вооружения, ни мотивации, нет ничего, чтобы это сделать. Но если они оценивают потенциал мобилизации в 500 тысяч человек, ну представьте себе, 100-200 тысяч резницы к границе. Что произойдет в стране? Коллапс. Поэтому, конечно, рассудит история, если этот сценарий будет происходить в Беларуси, что будет более правильным? Предложить этот вариант выезда, и Лукашенко ограничивает выезд, или наоборот открывает двери, и единовременно в течение недели, двух недель выезжает огромное количество мужчин в Беларуси, и к чему это приводит внутри страны, или закрыть границы. Ну, еще это, конечно, будет предметом дискуссии, но мы должны готовиться к разным сценариям. Согласитесь. Вот интересно, как отнесутся к этой инициативе европейцы. Вы уже имели диалог, наверняка, находясь там, что говорят в Берлине и в других столицах Европы? Ну, вы же знаете, я думаю, политику европейцев, они очень медленные на принятие решений, необходимо согласие всех 27 стран, и мы с вами находимся в аналогичном положении, требуя от них жестких принципиальных действий, когда сегодня стоит вопрос независимости Беларуси, о сохранении государственной целостности, о дальнейших репрессиях в Беларуси, и как они реагируют на это все, как медленно, как они реагировали даже на ситуацию перед Сочи, после Сочи, о том, что они договорились, о том, что будут опять российские войска идти в Беларусь, они очень тяжело просыпаются, поэтому говорить сегодня о том, что мы имеем в руках уже этот вариант, согласованный с европейцами, я не могу, но то, что мы эту тему обсуждаем, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...